Главная стройка, окончание которой ждут без преувеличения все красноярцы, это тот самый четвертый мост. Но сама переправа через Енисей это полдела, нужны еще подъездные и съездные пути. И вот сегодня городские власти назвали срок, когда будут построены дороги к новому мосту. Лично меня, как автомобилиста, эта новость просто ввела в ступор. Долгожданный четвертый мост растет прямо на глазах. Масштабную стройку периодически навещают первые лица края и города. Есть чем гордиться. Мостостроевцы держат темп. Обещают, осенью 2015-го переправа заработает. Новые транспортные схемы, которые возникнут в результате ввода в действие моста, позволят осуществлять развитие не только тех строительных площадок, которые непосредственно примыкают к оси сооружения, но и новых жилых зон, тяготеющих к созданной трансгородской магистрали. Это та самая территория из футуристического ролика, где Волочаевское шоссе связывает четвертый мост с улицы Копылова. Автовладелец, не заезжая в центр с правого берега, спокойно попадает в Академ, Северо-Западный и другие районы. Жители почти 500 домов Николаевки справляют новоселье в высотках. Это по плану, а вот как на самом деле. То есть если люди на берегу уже получили квартиры, там уже прошел снос, я имею в виду левый берег, то нам, по крайней мере, никто ничего не говорил. Если так все пойдет и дальше, через два года на открытии четвертого моста жители Николаевки понесут воду ведрами по деревенским дорогам. Автомобилисты же на него попадут с трудом. Проект левобережного продления моста до Копылова не принят. Это потому, что городские власти не решили, построить ли истакаду, шоссе или новую дорогу. А нет подъездных путей и переправа ценой в 12 миллиардов рублей бесполезна. Для нас важно, чтобы это было как можно скорее, потому что нам нужно завершить тот вариант, который будет принят, пройти экспертизу. У нас очень мало времени, у нас только квартал на доработку. Специалисты объясняют затягивание сроков по проектированию подъездных путей сложным рельефом Николаевки, а еще ценой. Самый дешевый вариант развязки обойдется в 7 миллиардов рублей. Это наземная дорога. Эстакада – 11 миллиардов. Такую сумму ни городскому, ни краевому бюджетам с дефицитной дырой почти в 23 миллиарда не поднять. Есть слабая надежда на универсиаду и федеральную помощь. Но и при таком раскладе у городских властей, похоже, очень мало шансов построить дороги к 4-му мосту. Сами проектировщики говорят, у них две проблемы – деньги и время. При наличии финансирования за полтора-два года, наверное, все это можно было бы построить. Но кроме финансирования еще проблема со сносом. Там вдоль улицы Волочайске все равно будет снос. Иногда возникают ситуации спорные, как с судебными разбирательствами и сроки могут затянуться. Сегодня городские чиновники наконец официально объявили сроки сдачи дорог в Николаевке. Оказывается, это 2018 год, то есть через три года после того, как строители сдадут мост. С открытием моста вы как прогнозируете? Как там пойдет поток? Насколько проблемным будет участок? Я думаю, что он не будет проблемным, потому что там будут привязаны те дороги, которые существуют, и все потоки будут распределены. Поэтому я думаю, что там ни пробок, ничего не будет. По словам проектировщиков, пропускная способность моста запланирована на 3,5 тысячи машин в час. Этот поток пойдет по улице Дубровинского. Там развязка появится одновременно с переправой. А я и не ожидал другого ответа от городских властей. Но работа у них такая. В том числе и убеждать, что все будет хорошо. Мост дадут, проблем не возникнет, пробки не появятся. У меня же перед глазами другой пример. Николаевка, улица Пушкина, пересечение с Красной Армией. Вот на том светофоре зеленый свет раньше горел 20 секунд. Теперь его сократили до 10 секунд. Вроде небольшое уменьшение, но все уже, затор. Так тут ездит сотня машин, а там с моста будет спускаться тысяча. Алексей Кривогорницин, Денис Дымко, Павел Генце, СТС Прима. Новости. Вообще, конечно, фантастика. Такое дорогущее сооружение, которого все ждут. И если поток с него упрется именно в нынешние светофоры и улочки, это будет что-то прогремим на всю страну. Качество управления и строительства. Ну а сейчас, внимание, шопоголики. Субтитры создавал DimaTorzok